В результате землетрясения В результате землетрясения было разрушено 5 городов, 18 районов, 45 тысяч человек остались без крова, погибло 45 человек и, в общем-то, были огромные разрушения. Женщины, которые в те годы были юными студентками-второкурсницами, сегодня пришли на выставку, чтобы вспомнить те страшные дни. На моих глазах плинтус, который вот внизу, так сказать, полостена, он отошел вот на такое расстояние, то уходил, то, значит, к стене приближался. Когда идешь по улице, тогда вот эти троллейбусы ходили, как и сейчас по Махачкале, и вот эти провода троллейбусные, то натягивались, как струны, то провисали, то натягивались, то провисали. Ну, это было, конечно, жуткое время, и вот это я поняла, что страшен пожар, страшны наводнения. Но вот когда под тобой теперь земля колочется, страшнее, мне кажется, ничего нет. Землетрясение. Кого-то застало на улице, кого-то дома, а некоторых на занятиях. Мне показалось, что ребята сзади сидели и начали трясти наши стулья, стол наш, вот как бы такое было ощущение. Потом вижу все-все так потихоньку-потихонечку, с задних рядов выходят из аудитории, лица бледные. Я не поняла, честно, у меня был такой ступор, и я не поняла. Бледный преподаватель, а толчки продолжаются, вы или собаки, гул такой был. Вот гул на самом деле страшный, как будто это из преисподней откуда-то, из глубин земли. По словам куратора выставки, такой проект необходим как напоминание о повышенном внимании во время проектирования зданий. Ведь соблюдение строительных норм значительно снизит риски чрезвычайных ситуаций, позволит избежать человеческих и материальных потерь. Мы планируем на фоне этой выставки провести несколько событий, в том числе пригласить архитекторов, разных архитекторов, молодое поколение и старое поколение, которые принимали участие в постройке тогдашнего города. И провести такой круглый стол по вопросам градостроительства. Возможно, будет еще один круглый стол с привлечением застройщиков, которые сегодня возводят дома. И не секрет, что зачастую не учитываются сейсмонормы и строится жилье не всегда качественно. Экспозиция будет открыта для всех посетителей на 12 апреля. Ларианна Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.